Очень интересный перекресток. Переведи. Бульвар Генерала Полева. Улица Генерала Полева перерастает в улицу Мир. Там начинается район Левский. Широкие проспекты, новые дома. Это район Читалджи. Дальше окружная больница. Цветущие деревья. Небольшой парк при больнице. Скверик, скорее. А вот здесь квартал, который называется Генералы. Генералиты. То есть те самые генералы. Здесь все улицы названы в честь генералов последней русско-турецкой войны. И атмосфера у этого квартала примерно вот такая. То есть наши любимые зеленые туннели. И дома на один подъезд. Разные-разные. Как правило, одна-две квартиры на этаже. Почему? Переживите немножечко тряски в кадре. Котик. Сейчас расскажу, почему. Дело в том, что здесь точно так же этот квартал застраивался маленькими домами с крошечными садиками. Вот уже и его снесли. Здесь был пример старой застройки квартала. Дом на одну семью. С довольно внушительным садиком и небольшим огородиком. Ну, в общем и целом, вот такие разноцветные дома. По цвету домов видно, что перестраивались генералы в начале 2000-х. Когда мода на серые бетоны уже прошла. И появилась мода на яркие краски и стеклянные панели на балконах. Район тоже из разряда чужие здесь не ходят. Очень много квартальных магазинчиков. Большой университет медицинский. Поэтому очень много прекрасного дешевого общепита. И очень близко и к морю, и к парку. Ну, как очень близко. 15 минут до моря. Если очень быстро. Если очень медленно, то полчаса. Если останавливаться во всех сладких переулочках. Залезать во все интересные дворики. То можно везде идти до моря. И не дойти. Ну, в общем и целом, в квартале генералов есть где погулять. Среди огромных домов встречаются тайные дворики. Маленькие домики. С каждым годом все меньше. Поэтому не упускайте возможности генералов как следует разведать. Начинаются генералы от моря. А практически от Приморского проспекта. И заканчиваются они бульваром Читалджа. Дальше идет с одной стороны район Читалджа. А с другой стороны район окружной больницы. И все это дело венчает Левский, в котором мы уже были. О! Нам повезло. Вот они. Классические домики старой застройки генералов. Обратите внимание, здесь довольно много места. То есть это довольно большой дом. У строивших его людей было достаточное количество денег. Видимо, они бежали из районов, потерянных после Первой мировой войны. Либо раньше конца войны, либо позже, но с деньгами. Здесь вот дом одноэтажный. Одноэтажный на несколько комнат с маленьким хозблохом и с тем, что впоследствии превратилось в гараж с маленьким внутренним двориком для сада. В общем и целом, по 20-м годам это шикарный дом. Шикарный дом богатого человека. Вот на месте такого дома могут вполне поставить вот такой вот, как этот желтенький. И все поместится. А дальше за маленьким домом наша любимая переделка пространства под себя. Но этому нужно посвятить отдельное видео. И я это обязательно сделаю. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...